Возьмут ли на работу без военного билета? Друзья, всем привет! На канале Служба Защиты Призывников. Меня зовут Ангулян Алексей. В этом видео подробно с вами разберем все моменты, которые касаются трудоустройства на работу без военного билета. Насколько это возможно, кому это возможно, и какие там есть особенности. Поэтому смотрите видео до конца, и я надеюсь, у вас будет больше понимания, как вот вести себя, если у вас все-таки сейчас нет военного билета, то чем это грозит. В общем, какие могут быть для вас последствия при устройстве на работу. Ну, а если появляются какие-то вопросы, то, как всегда, пишите в комментариях под этим видео, либо оставляйте заявку на нашем сайте. Ссылка на сайт есть также в описании под этим видео. Позвоним вам бесплатно, вас проконсультируем. У вас уже точно будет больше понимания, как действовать. Итак, смотрите, ребят. Ну, во-первых, да, давайте в базовых вопросах разберемся. Что значит трудоустройство? Здесь мы говорим именно про официальное трудоустройство. Конечно, вас без проблем могут взять неофициально, но надо понимать, что это незаконно, далеко не все организации на это идут. И, скорее всего, чем дальше, тем меньше у нас будет неофициально работающих людей. Потому что, ну, со всех сторон все идет к тому, что большая часть, по крайней мере, людей будет устроена официально на работу. Вот поэтому это важно, конечно, понимать. Второй момент. Что то же самое, что военный билет, можно считать, это приписное свидетельство с проставленными там отсрочками. То есть, если у вас еще нет военного билета, ну, потому что вы еще просто не должны были его получить, но у вас есть приписное, и там есть отметки о том, что вы не скрываетесь, что у вас есть, ну, в смысле, там нет такой отметки, что вы не скрываетесь, о том, что вы, у вас есть сейчас отсрочка, да, и это будет как раз свидетельствовать о том, что у вас все в порядке с воинским учетом. Вот. Это равносильно тому, что у вас есть, ну, как равносильно? Это, конечно, не для всех работодателей равносильно, потому что приписное означает то, что вас еще могут призвать в армию. А если по отношению к вам серьезно настроены, то многие работодатели, конечно, не хотели бы своих сотрудников вот просто так взять и потерять, например, лучшего продавца, да, например, потому что он ушел в армию на год, и чтобы продажи вот так просели. Ну, например, да, никому не хочется, и вкладываться не все хотят, конечно, в тех, кто не имеет военного билета, ну, в общем, есть такие ограничения, да. Но именно с точки зрения законодательства без разницы. Нормальное приписное с проставленными там отсрочками или военный билет, без разницы. Теперь давайте поговорим о том, что если у вас все-таки нет документа воинского учета, либо вы не состоите вообще на воинском учете, у вас нет ни приписного, ни военного билета, либо у вас есть приписное свидетельство, но вы в военкомате не появлялись, то есть у вас там не проставлены никакие отсрочки, то есть вы должны вообще-то явиться в военкомат. Что должен делать работодатель? Помним, да, с вами, что у нас все молодые люди от 18 до 27 лет подлежат призыву в армию, и запрещено устраивать, просто, да, то есть просто взять и устроить на работу молодого человека без военного билета, либо без приписного свидетельства. Что должен сделать в организации? Да, вас могут принять. То есть отсутствие военного билета не является поводом для того, чтобы вам точно откажут, но имеют право отказать. То есть вам имеют право отказать в работе без военного билета, либо без приписного свидетельства. Теперь, что должен сделать работодатель, если он все-таки принимает на работу парня без военного билета? Что же будет, кстати, если работодатель не сообщит, да, о том, что он... Давайте сначала о том, что все-таки будет. Что должны сделать, да? Если вас все-таки приняли на работу без военного билета, у вас сейчас призывной возраст, то вам, у вас должны взять объяснительную, по какой причине вы не получили все еще военный билет, да, или почему вы не состоите на воинском учете, в зависимости от вашей ситуации. То есть это требование законодательства, вас обязаны запросить такую объяснительную. Следующее. А вас в двухнедельный срок, о том, что приняли человека без военного билета, должны доложить в военкомат. То есть сотрудник организации ответственный за это дело должен в военкомат сведения о вас подать. И вам должны выдать направление в военкомат. То есть прям это официально. И именно сотрудник организации, отвечающий, вот на кого возложена ответственность за воинский учет, граждан, ну, все это там трудоустройство и прочее, он обязан вам выдать направление в военкомат, по которому вы должны явиться, опять же, там, двухнедельный срок в военкомат, чтобы для прояснения всех там ваших дел с военкоматом. Вот. И это касается всех парней, кто подлежит призыву, у кого нет военного билета, вот о всех таких сотрудниках необходимо в военкомат докладывать. Также сотрудники организации обязаны отвечать в двухнедельный срок на запросы военкомата вот по всем сотрудникам, собственно. Ну и подавать сведения, да, как я уже сказал. Теперь, что же будет, если организации, да, если они не подадут таких сведений? Ну, на самом деле ничего хорошего, потому что там есть несколько уровней штрафов. Первое. Будет оштрафован, если это выявится, да, что вот организация не подала сведения о трудоустройстве человека, у которого нет военного билета, а он подлежит призыву на текущий момент, то это штраф непосредственно для того сотрудника, который занимается оформлением, ну, вот, ответственным, да, за это дело. И второе. Это штраф на организацию. И штраф на организацию достаточно большой. Там вплоть до приостановки на 90 дней деятельности. Понимаете, да, что большинству работодателей это не надо. А вот если сведения о вас в военкомат подали, вы получили под подпись направление военкомата, что вы должны туда явиться, то тогда это уже будет ваши проблемы, а не проблемы организации. Но, соответственно, для вас в военкомате, если вы до этого, например, прекрасно скрывались, в военкомат не ходили, то вас, конечно же, сразу узнают. И вам надо будет проходить призывные мероприятия. Вот. Ну, и опять же, я прекрасно понимаю, что во многих организациях, ну, как бы, прячут призывников. Ну, условно, да, так прячут. Не подают сведения о них все-таки. Потому что где-то они там эти сведения есть, но в военкомат их не подают. Сейчас, может быть, это еще, ну, достаточно распространено. Но чем больше в нашу жизнь входит электронный документооборот, как только это все станет с военкоматом, военкомату доступны все эти электронные, рано или поздно это произойдет, то будет гораздо сложнее также скрыть, ну, без такого, без большого риска штрафа, скрыть сотрудника, который подлежит призыву, и никак военкомат не является. Ребят, ну, поэтому будьте внимательны. Все сложнее будет сейчас официально устроиться на работу. Или, скажем так, устроиться на работу, и чтобы о вас не узнали о военкомате. Будет все сложнее это сделать. У меня лично есть далеко не один знакомый, который, например, военкомат, ну, давняя история, да, то есть сейчас уже у меня далеко не призывной возраст. Раньше, да, когда еще у меня был близок призывного возраста, было много, там, друзей, у кого были какие-то проблемы с военкоматом, и часть из них туда не ходили. Но как только они официально устраивались на работу, многим из них приходила повестка. Хотя до этого их и этих повесток не было. Потому что организации у нас всегда были обязаны подавать сведения о своих сотрудниках, что у них, например, нет военного билета. Вот. Но в этом нет никакой трагедии, вы же понимаете, да? Просто будьте готовы к походу в военкомат. И не затягивайте, потому что кому-то могут отказать в трудоустройстве. Работодатель имеет право вам отказать в трудоустройстве, если у вас нет документа воинского учета, да, правильно заполненного, в котором вы либо зачислены в запас, там, либо у вас есть законная отсрочка на текущий момент. Вот. Будьте внимательны. Есть, потому что пуча примеров, когда парням на самом деле отказывают из-за этого в работе. Ну, либо приходит повесточка им потом. Им необходимо будет пойти в военкомат. Так что, ребят, готовьтесь к военкомату заранее. Скоро у нас уже будет призыв. А если вы это смотрите в призывное время, то тем более, да, не тяните и решайте свои вопросы. Если у вас есть вопрос, как получить вам военный билет по состоянию здоровья, то обязательно пишите это в комментариях. Либо лучше всего оставляйте заявку на нашем сайте. Позвоним вам, бесплатно вас проконсультируем. И у вас будет понимание, как не носить вот такой вот прибор на голове, да, как у этого товарища. Обойтись без таких моментов. Поможем вам получить военный билет по состоянию здоровья. Давно этим занимаемся. Как минимум сможем ответить на ваши вопросы. Вот, друзья. Я надеюсь, кому-то станет более понятно, что делать с работой, да, насколько вероятно вас там возьмут на работу либо возникнут проблемы с военкоматом, если у вас еще нет военного билета. Вот. Желаю всем удачи и пока. Субтитры сделал DimaTorzok